По всей стране будто прошла эпидемия среди силовых структур. За два дня с 11 по 12 сентября прошли массовые эвакуации в 21 городе от запада до Владивостока. Но при этом не пострадал ни один человек, не было обнаружено ни единого опасного предмета. Транспорт стоит, полиция оцепила все, никого не пускает. Всероссийская эпидемия дошла и до Улан-Удэ. Сегодня в столице Бурятия оцепили и эвакуировали десятки зданий, среди которых администрация города, школы и детские сады. Наш садик, 29-й на ПВЗ, тоже эвакуирован. Маленькие дети, в чем были в группе, в том стоят на улице и ждут родителей. На момент нашего приезда малышей из детского сада уже загнали обратно, но территория была по-прежнему отцеплена. Также, видимо, в придачу выгнали с уроков детей из 21-й школы. С пятым уроком нас всех выгнали. А домой-то не отпускают? Нет. А что говорят? Нет. Почему? Чтобы это убзали. Вместе с тем, еще с 12 утра в соцсетях говорили о тотальной эвакуации из общественных мест. На местных сайтах то и дело появлялась информация о новых оцеплениях. Нашу школу эвакуировали. Была угроза теракта. Страху натерпелось. Не дай боже. Сижу возле Сбербанка в душном авто подпертом пожарной машиной уже как 1 час 47 минут. На вопрос, когда я смогу наконец выехать, сотрудники отвечают «не знаю». Объезжаем оцепление на заре. За три дня массовых эвакуаций общественность лишь догадывается о происходящем. Пресс-служба МВД заявила о том, что никаких учений ведомство сейчас не производит. ФСБ отказалось от комментариев, а в федеральных СМИ говорят лишь о ложных телефонных звонках. Например, газета «Коммерсант» пишет о том, что во всех регионах полиция возбудила дела по заведомо ложным сообщениям об опасности. Разумеется, экстренные службы обязаны отреагировать на каждое сообщение. Потому на адресах работали все – от скорой помощи до пожарных. Отметим, сегодня массовые эвакуации прошли еще в шести других городах страны. Будам Унхоев, Алексей Жилин, телекомпания АТВ.